По данным Генпрокуратуры, лишь 10% детей адаптируются к жизни после детского дома. Остальные 90 садятся в тюрьму, становятся наркоманами, алкоголиками и самоубийцами. Такие данные были озвучены в начале 90-х и сегодня многие специалисты считают, что это бред. На самом деле отследить судьбу бывшего детдомовца практически невозможно. В 18 лет его дело сдается в архив и если до 23 он не обращался в органы опеки, о нем уже никому и ничего не известно. Не стану спорить ни с теми, ни с другими, но есть цифры. Только за 5 лет существования программы «Право на маму» в живых не осталось уже девятерых выпускников только одного сиротского учреждения области. Возвращался с работы пораньше, но смотрю, лежит около комнат и сильно дико несет на этаже уксуса. Ну думал, что нажрался, нажрался, надо в комнату отнести, а он не дышит. Ну вот мы вызвали скорую, он передозировался с уксусом, отправили в реанимацию. А вот там еще много было всяких ситуаций, и в интернате все руки резал, было дело. Он не знал, куда устроиться, как устроиться, ведь он не обучен, там, и документы узнать, какие подавать, и куда, и когда. Попытался работать, ничего не получается. Настолько все уже затянулось, что у него и друзей-то не было, и он остался один. И жить одному в квартире, вот, с той агрессией, которая уже накопилась в нем и в одиночестве, естественно, он и искал, наверное, в этом спиртном какой-то выход. Постоянно убегал домой в ужасные условия, если вообще это можно назвать условиями, то есть дом, где не было ни электричества, ни воды, вообще бытовых условий никаких. С горем пополам ребенок выпустился, и по прошествии буквально двух-трех месяцев мы его хоронили в здании интерната. Истории большинства воспитанников детских домов очень похожи между собой. После выпуска их дружно отправляют в несколько учебных заведений, в основном в сельской местности. Воспитанные на безучастном и потребительском отношении к миру, дети переносят это и во взрослую жизнь. У них может быть потенциал, но нет способности его реализовать. Я думал, что выйду, буду учиться, вот, который я поступал. Но суть в том, что учеба была очень трудная, врать не буду на самом деле, что тяга вообще, тяжко было все, и ушел оттуда. Перешел в другой техникум, там тоже что-то немножко не полазил, ушел, пошел в инкомат. Почему путь многих воспитанников детдомов заранее предречен? Проблема лежит на стыке психологии и педагогики. У каждого из нас есть три главные эмоциональные потребности. В значимости для общества, в любви и в дружбе. Всему этому учит семья. Сирота не знает, как стать ценным для кого-то, не научился любить, поскольку ему некому подражать, и не понимает тонкостей дружбы. От этого выпускник чувствует собственную неполноценность и испытывает сильную эмоциональную боль. Таким людям на самом деле больно от происходящего. Есть даже исследования, которые показывают, что наши неприятные чувства настолько же интенсивны, насколько физические страдания. Для мозга это одно и то же. Естественно, это надо как-то глушить. Самый простой способ – алкоголь. Детский дом, общежитие, училище, где живут выпускники, тюрьма. По сути, это звенья одной цепи. Закапсулированность и узкие рамки мира приводят к тому, что, покидая их, ребенок хочет увидеть и попробовать все и сразу. А как не знает, и берегов не видит. Им охота нюхнуть взрослой жизни, как сказать правильно. Попробовать это, то, десятое. И как бы не замечать, что уже начинает подсаживаться на этого. Не думают головой, свяжутся с какой-то дурной компанией. Либо сядут, дай бог, выживут, либо туда. Государство косвенно помогает выпускнику пуститься во все тяжкие. Оно буквально заливает ребят деньгами. К началу взрослой жизни им выдают сберкнижку с цифрами до шести нолей. В техникуме они получают стипендию и пенсию по потере кормильца. После окончания их ждут подъемные. Ребенок, который рос на всем готовом, понятие не имеет цены деньгам. И миллион со сберкнижки может уйти за две недели. Вот у нас решили с материнским капиталом вопрос, да? Что материнский капитал можно тратить вот туда, 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 туда. Четко. Почему здесь не отследить подобные ситуации? Почему не считать эти деньги целевыми? Системе сиротских учреждений в России больше ста лет. За прошедшие годы многое изменилось. Принято прекрасное постановление по переходу детских домов на семейную систему воспитания. Там, где к этому подошли неформально, результаты будут. А от проблем человеческого фактора мы уйдем не скоро. Среди персонала сиротских учреждений по-прежнему много тех, кто видит в воспитанниках людей второго сорта, кто думает, что грубостью и назиданиями можно чему-то их научить. У нас не хватает личностного внимания, индивидуального подхода к каждому, к какой-то заинтересованности материнской, я бы сказала так, чтобы не просто отчитал, рассказал, ушел, а понять, как-то сопереживать, проникнуться к ребенку, так как к своему ребенку мы проникаемся, из-за всех сил стараемся не пропустить какие-то моменты. Они одни, как никто. Они как вот ищут, ищут, что-то мечут, что-то пытаются, а мы, к сожалению, мы пропускаем это, мы их игнорируем. Воспитатель никогда не достучится до каждого ребенка. Для этого нет ни времени, ни навыков. А вот психолог мог бы. И в штате учреждений психологи есть, а результата их работы нет. Заниматься психическим развитием ребенка можно только после восстановления его личностной целостности, разбитой вдрызг от эмоциональных травм. Профессионалы знают, как с этим справиться. Психолог должен научить детей понимать свои эмоции, уметь их грамотно выражать, не в виде агрессии, не в виде драк, каких-то странных девятных поведений, и понимать эмоции других людей. Если мы понимаем свои, понимаем чужие, то мы уже можем взаимодействовать. Если мы можем взаимодействовать, одинокими мы не останемся. Если мы не останемся одинокими, значит, мы не попадем в какие-то социальные переделки, в банды, в тюрьму и так далее. То есть психолог – это тот, кто может помочь сформировать некоторую эмоциональную гибкость, эмоциональную взрослость и помочь таким детям выжить. Среди наших героев есть примеры, когда подростки, встретившие мудрого наставника, умудрялись избегать негативных последствий воспитания вне семьи. Они встраивались в жизнь и находили себя, потому что тем, кто рядом, было не все равно. На самом деле у нас руководителей очень много, а ребят их очень мало. Если даже каждый руководитель позаботится хотя бы об одном ребенке, ну поможет, даст путевку в жизнь какую-то, даже не то, что путевка в жизнь громко звучит, хотя бы дать ему направление. Двигайся сюда, в этом направлении. Ты с нами, мы с тобой, мы вместе, мы единая семья, мы будем работать вместе. Я думаю, тогда, в принципе, очень многое можно будет поменять. Эксперты утверждают, что подготовить выпускника к самостоятельной жизни в существующих детских домах практически невозможно. Чтобы плавно вывести сироту в самостоятельную жизнь, нужна система сопровождения, но не такая, как сейчас. Общественные организации, благотворительные фонды вместо плясок в детских домах, подарков, ремонтов учреждений могут стать качественными наставниками. На мой взгляд, это должна быть целая системная программа по включению в личность ребенка. Ребенку нужно знания, опыт, навыки через лагеря, тренинговые квартиры, через семинары, через обучение, через различные успешные проекты, которые сегодня в России реализуются, наставничество. Ведь проблема у выпускника – это где-то 5-7-10 лет и все. А если мы эти 5-7-10 лет его не поддержим, то к 25-28 годам он примет решение оставить этот мир, потому что так проще. Неуместные люди. Для них не нашлось места в мире, они покинули его без боя. Если никто не услышит, статистика останется неумолимой. По данным Российского детского фонда, каждый третий детдомовец станет бомжем, каждый пятый – преступником, десятый уйдет из жизни. Но есть другие цифры, и над ними стоит задуматься. На одного ребенка-сироту в России приходится тысяча взрослых дееспособных граждан.